На 21 апреля по данным сайта stopcoronavirus.rf в регионе 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 летальных исходов. 14 человек выздоровели, двое выписаны сегодня. Это информация Минздрава Чувашии. Больше всего случаев заражения в Чебоксарах сложная ситуация и в Урмарском районе. Там на утро 21 апреля 16 людям поставлен диагноз COVID-19, четверо работники скорой помощи. Большинство пациентов госпитализированы в больнице, однако двое, у кого нет симптомов, лечатся дома. О том, как это происходит и о причинах большого количества заболевших, с главным врачом Урмарской ЦРБ поговорил моя коллега Ольга Алексеева. Два человека находятся на самоизоляции, потому что у них протекают легкие формы, а два остальных были направлены на инфекционное отделение. Дома, который находится с диагнозом COVID-19, за ними как наблюдают, как работа ведется? Значит, это уже разработаны методические рекомендации, и мы согласны этим методическим рекомендациям, есть такое понятие, как аудиоконтроль. Когда по телефону мы общаемся или по видеосвязи общаемся с пациентами, у нас есть чек-лист, где измеряется клиника, смотрится температура, кашель, самочувствие. Это в два раза в день. Мы записываем это в дневники, и уже идет назначение препаратов, также согласно этим методическим рекомендациям, и наблюдаем. Пока у них состояние, так скажем, удовлетворительное, у всех температуры нет, но наблюдаем. Как доставляют препараты, необходимые до них? Ну, во-первых, препараты, которые... препараты они закупают самостоятельно, потому что эти препараты не входят, пока не отработан механизм бесплатной доставки на амбулаторном этапе. Ну, это интерфероны, антибактериальные препараты, ну и различное питье. А самостоятельно каким образом они не могут же выходить из дома? Мы здесь выписываем рецепты, да, 107-й формы О, рецепты выписываем, и потом уже медсестры у нас доставляют им на дом, у нас пациенты не входят. Вот 16 человек, это для района, мне кажется, много. Почему, как вы считаете, почему именно в районе, в Урмарском, много выделили? Для района это много, но я хочу сказать, это всего два очага. Первый очаг, конечно, это сотрудники, которые находились две недели в обсервации, там все-таки оттуда у нас пошли 4 человека. Второй очаг, это фикшера, которые заболели буквально в один момент, это 5 человек фикшеров плюс водитель, да. И третий очаг, это мы считаем, что нарушение режима самоизоляции, и не дождавшись анализ, люди все-таки выходят на работу. Это нарушение дисциплины. Какая у вас психологическая атмосфера? Насколько люди боятся, обращаются, может быть, какое состояние психологическое у людей в районе? Сейчас, если первую неделю и вторую неделю самоизоляции люди как-то не очень-то, может быть, серьезно к этому относились, то сейчас у нас участили звонки о том, что люди боятся. В проглосуточном режиме подходят и в отдельный бокс для сдачи анализов. Мы принимаем у всех, направляем в лабораторию. И также рекомендуем, чтобы все люди соблюдали режим самоизоляции.